Диабет и боль. Для многих эндокринологов, к сожалению, это два абсолютно разных понятия. Но грамотный и терапевт, и невролог тем более, и грамотный эндокринолог понимает, что диабет и боль очень связаны друг с другом. Вот сейчас вы видите фотографию одного из моих пациентов, который я сделал в клинике, куда меня пригласили на консультацию. Молодой человек, жаловавшийся на ужасные, жуткие боли по всему телу, а прежде всего в кистях и стопах, у которого была тяжелая депрессия, и, как вы видите на этом снимке, довольно выраженные потери веса. Он не просто остыничен, не столько он худощав, как мы бы сказали в просторечии, значительные потери веса. Это пациент с диабетом, с редкой формой диабетической нейропатии. Для наших коллег-неврологов-эндокринологов напомню, что есть такая форма диабетическая нейропатия Элленберга, при которой есть сочетание депрессии, потери веса и выраженного болевого синдрома. Почему я сейчас об этом говорю, почему я именно этот пример привел? Многие врачи-эндокринологи и неврологи четко отдают себе отчет. Диабетическая нейропатия – это следствие того самого грозного заболевания, которое часто именуется как ласковый убийца, потому что диабет по первоначалу никак вроде себя не проявляет. Ну, жажда, ну, зуд появляется. Но долгие годы пациент не приходит к эндокринологу, не обращает на это внимания. А вот с течением развития диабета появляется одно из очень важных и тяжелых осложнений – это диабетическая полиэнеропатия. Да, мы знаем, мы неврологи знаем, что классические признаки полиэнеропатии – это потери чувствительности в кистях и стопах, так называемый феномен перчаток и носков. Именно здесь, в этой зоне, в кистях и стопах появляются неприятные ощущения. Простезии, то есть бегание мурашек, покалывание в кончиках пальцев, потери чувствительности, боль. А вот пациент долгое время не понимает, что не надо мириться с этой болью, ведь она ему мешает жить. Действительно, качество жизни человека с диабетом во многом определяется вот этой симптоматикой, симптоматикой диабетической полиэнеропатии. Потому что, когда он испытывает сильную боль, он не может работать, не может спать, не может наслаждаться жизнью, потому что он постоянно испытывает боль. И боль эта специфическая. Мы очень хорошо знаем, что есть так называемая диабетическая, нейропатическая боль. Поясню. Когда у человека появляется жгучий, стреляющий характер боли, когда боль приобретает иной совершенно оттенок, чем, ну вот, вы ударили себя по руке, например, и испытываете такую ноющую боль. Так вот это типичная нормальная боль, вот эта типичная нормальная боль, которую каждый из нас испытывает. Но горе тому из наших пациентов, у кого появляется вот этот жгучий оттенок боли. Жжение, чувство пробегания электрического тока, ощущение жара в стопах или в кистях, или ощущение, что ноги ломят от холода, как будто они во льду, например, находятся. Или опущены в горячую воду. Вот сейчас я перечислил основные симптомы или дескрипторы нейропатической боли. Чем опасна диабетическая полинейропатия? Очень много людей страдает от диабета, и практически всегда у них есть разные осложнения. Нейропатия — это только одно из них. Есть поражение и глаз, и почек, и сосудов. И вот здесь я хочу еще сказать об одной очень важной вещи. Каждый сосуд облечен не только соответствующими оболочками, но каждый сосуд обеспечивается нервами. То есть он обеспечивается регуляцией со стороны нервной системы. И когда появляется нейропатия, нарушается нормальная регуляция тонуса сосуда. Появляется и ангиопатия, так называемая диабетическая ангиопатия, приводящая к развитию очень серьезного и грозного осложнения, которые знают наши хирурги, диабетическая стопа. Сейчас я обращусь к пациентам. Посмотрите на свои ноги. Не изменился ли цвет кожных покровов? Нет ли на ногах долго не зарывающих язв? Это грозный признак того, что в данном случае есть признаки той самой диабетической ангиопатии, вероятнее всего, в сочетании с диабетической нейропатией. К чему это может привести? К ампутации конечностей. И это тот финал, крайне неприятный финал, который происходит при отсутствии адекватной курации диабета и лечении его осложнений. Конечно, те, кто страдает от сахарного диабета, очень четко следит за уровнем глюкозы в крови. Есть глюкометры, которые позволяют мониторить этот уровень на хорошем и удобном уровне постоянно. Но, к сожалению, я вижу очень много людей, которые не придают значения вот этому осложнению диабетической полиэнеропатии и не обращают внимание первое время на свою боль или наоборот мирятся с этой болью, не ставя знак «равно» между тем, что у него диабет и возникла полиэнеропатия, причиной которой как раз является его основное заболевание. И если вы начинаете испытывать какие-то неприятные ощущения в конечностях, еще раз повторю, жжение, чувство пробегания тока, ощущение жара в стопах, ощущение покалывания, бегание мурашек, сопряженные, например, с изменением цвета кожи, то, безусловно, здесь стоит посоветоваться со своим лечащим врачом, врачом-эндокринологом, обратиться к врачу-неврологу, чтобы понять, что делать дальше. Потому что существуют определенные лекарственные средства, позволяющие остановить дальнейшее развитие диабетической нейропатии. Будьте, пожалуйста, бдительны, уважаемые пациенты. А к моим коллегам я хотел бы обратиться. Если к вам пришел пациент с диабетом или же пришел пациент с жалобами на потерю чувствительности в кистях и стопах, выясните, а нет ли в анамнезе диабета, чтобы вовремя начать лечить эту проблему и сохранить качество жизни нашего пациента.